Здравствуйте друзья! Как вы уже наверное поняли из названия этого видео, речь сегодня пойдет о советах и советниках. В русском языке существует по этой тематике много однокоренных слов совет, советник, совещание, советоваться. Так уж случилось, что после грехопадения каждый из нас хотя бы однажды в жизни нуждался в ком-то, кто бы мог нам посоветовать по волнующему нас вопросу. Наверное у вас в жизни тоже были такие случаи, когда вы чувствовали свою нужду в чьем-то совете. Мы не знали как нам поступить, и находился кто-то, кто давал нам мудрый совет, как будет правильно поступить в той или иной ситуации. Но к сожалению в жизни встречаются и противоположные случаи. Кто-то дает нам такой совет, что после этого совета мы попадаем в такие проблемы, что мы потом сидим и думаем зачем же я послушал этого человека с его советами. Если у вас были в жизни такие случаи, вы можете их описать в комментарии под этим видео. А мы сегодня с вами вспомним об одном из первых советов, который прозвучал на нашей планете, этот совет однажды дала Ева своему мужу Адаму. Библия не описывает подробности как Ева давала этот совет Адаму, но из последующего разговора между Богом и Адамом мы можем сделать вывод, что Ева тогда посоветовала своему мужу. Вот что Бог тогда сказал Адаму. Адам уже сказал, за то что ты послушал голоса жены твоей, и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волшцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевую травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Итак, друзья, вот вам совет и вот какие последствия принятия этого совета. В Библии мы с вами не найдем подробного описания того, в каких словах Ева убеждала Адама съесть этот плод, который Бог запретил есть. Но из этой цитаты, которую мы только что с вами прочитали, мы видим, что такой совет все-таки прозвучал. Сатана не искушал Адама напрямую. Сатана для этого использовал Еву как свой инструмент, как свое орудие. Я хочу сейчас прочитать одну цитату из книги Патриархии Пророки. В этой цитате Вестница Божья Эллен Уайт описывает подробности того, что там тогда произошло. Эта цитата начинается с того, как Адам узнал, что его жена съела этот запретный плод. Лицо Адама омрачилось. Он, казалось, был поражен и встревожен. Отвечая Еве, он сказал, что это должно быть тот самый враг, о котором их предупреждали, и что теперь, согласно божественному приговору, она должна умереть. Вместо ответа она настойчиво предлагала ему принесенные плоды, повторяя при этом слова змея, что смерть им не грозит. И, наконец, рассказав о своих ощущениях, она уверяла его, что не испытала никаких проявлений Божьего недовольства, а, напротив, ощутила в высшей степени приятную бодрость, охватившую все ее существо. Подобные чувства, как она предполагала, испытывают и небесные вестники. Конец цитаты. Друзья, вы обратили внимание на эти слова? Ева настойчиво предлагала Адаму принесенные плоды, повторяя при этом слова змея, что смерть им не грозит. Вы видите, друзья, Ева не просто принесла эти плоды, но как она их предлагала Адаму? Сказала ли Ева с безразличием? Адам, если хочешь, можешь попробовать эти плоды? Нет. Ева настойчиво предлагала Адаму съесть эти плоды. Она уверяла Адама, что смерть им не угрожает. Мало того, как мы только что с вами прочитали, Ева к тому же рассказала Адаму о своих ощущениях. Она уверяла Адама, что не испытала никаких проявлений Божьего недовольства. То есть Ева сказала примерно следующее Адаму. Я съела те плоды, которые Бог запретил, нам есть, и как видишь, ничего из того, что Бог нам сказал, не произошло. Я не умерла. Я жива. Друзья, я не случайно сейчас во всех подробностях остановился на этом моменте. Я это сделал для того, чтобы нам с вами стал понятен тот совет, который Адам получил от своей жены. Желала ли Ева зла Адаму? Конечно же нет. Она его любила. Планировала ли Ева принести вред своему мужу? И опять ответ нет. Она все это делала из самых добрых побуждений. Но в чем была проблема? Проблема состояла в том, что ответ, который дала Ева Адаму, полностью противоречил Слову Божьему и воле Божьей. Ева дала своему супругу такой совет, который привел к страшным последствиям не только для этой первой супружеской пары, но и для всего человечества, включая и нас с вами. Один маленький совет. Один маленький и, как многие могут подумать, незначительный поступок и такие катастрофические последствия. Бог тогда сказал Адаму, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которым я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Итак, за что же была проклята планета Земля? За то, что Адам вместо совета Божьего принял совет своей жены, который полностью противоречил совету Божьему. Вы осознаете, друзья, тот факт, что все, что мы с вами каждый день можем слышать и видеть в новостях, все это является следствием этого совета, который однажды Ева дала своему мужу. Все эти войны, голод, землетрясения, ураганы и различные бедствия являются следствием того, что Адам послушал и принял то, что ему посоветовала его жена. Итак, вопрос к вам. Всегда ли мы должны слушать советы, которые исходят из уст жен или мужей? Ответ – нет, не всегда. Из самых добрых побуждений они могут дать нам такие советы, которые приведут нас к проблеме. Иногда к очень серьезным проблемам. Если совет, который мы получили от мужа или от жены, противоречит тому, что нам говорит по этому вопросу Господь, то для нас будет лучше не принимать этот совет. Несмотря на то, что этот совет исходит от близкого нам человека. Но, возможно, кто-то из вас сейчас скажет – жена и муж, это понятно. Но мать, мать уж ни при каких обстоятельствах никогда и ни за что не даст такой совет, который навредит ее ребенку. Вы в этом уверены, друзья? Я сейчас хочу напомнить вам слова одной матери, которая однажды тоже дала совет своему сыну. Вот как этот совет богобоязненной матери описан в Библии. «Теперь, сын мой, послушай слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своею». Яков сказал Ревеке, матери своей, «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может, статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему, «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой. Только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Конец цитаты. Вы, конечно же, помните эту историю. Ревека настоятельно советует своему сыну Якову. Обратите внимание на слова и обороты лечи, которые применила Ревека в этой беседе. В восьмом стихе записаны слова Ревеки, «Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе». Яков согласился не сразу. Вы заметили это? Яков возражал своей матери. Он понял, что ему сейчас придется обмануть своего отца. Яков сопротивлялся этому совету своей матери. Но Ревека настойчиво и внушительно говорит своему сыну, «Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе». Яков отвечал ей и сказал, «Я это перескажу сейчас своими словами». Яков ей сказал, «Мама, а что, если отец меня ощупает и раскроется наш с тобой обман?» И в ответ Ревека опять повторяет ему те же самые слова, «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Только послушайся слов моих. Мой совет очень хороший. Это единственный верный способ нам с тобой, сынок, получить то, что мы с тобой так хотим получить. Что вы на это скажете, друзья? Хороший ли совет верующая и богобоязненная мать дала своему сыну? Вы очень сильно ошибаетесь, если думаете, что это был хороший совет. Результаты этого совета Ревеки были очень и очень печальными. Как для самой Ревеки, так и для Якова. В результате этого совета возникла целая цепочка обстоятельств, так что мать и сын больше никогда не встретились. Горькие последствия этого совета были и для Якова, и для Ревеки. Прошло совсем немного времени, и Яков становится одиноким беглецом. Он убегает из дома своего отца. Яков обманул своего отца, и он сам тоже был впоследствии обманут своим тестем Лаваном. Сначала Яков 7 лет служил у Лавана за Рахиль, и вместо Рахиль, который он любил в жены, он получил Лею, которую он не любил. Один маленький совет любящей матери привел к целой цепочке обстоятельств, которые принесли Якову много горя. И опять я хочу задать тот же вопрос, который я задал в первом случае, когда Ева дала совет своему мужу. Всегда ли мы можем принимать советы от наших матерей или от наших отцов, от наших близких? Даже если нам известно, что наши родители являются богобоязненными людьми, всегда ли и все ли их советы мы можем принимать? Случай Иакова и Ревеки говорит о том, что нет, не всегда мы можем принимать советы даже от богобоязненных родителей. Они могут быть уверены, что дают хороший и правильный совет, но если этот совет противоречит тому, что говорил нам Бог, то для нас будет лучше не принимать такие советы даже от родителей, потому как они сами того не осознавая могут создать очень серьезный кризис в нашей жизни. Опасные советы от жены, опасные советы от матери, но есть еще категория, которая очень любит давать советы, и зачастую приняв советы от этих людей, вы можете тоже попасть в очень серьезную проблему. Я сейчас говорю о различных проповедниках. Вы, наверное, заметили, что сегодня в интернете можно встретить много разных проповедников. Можем ли мы без проверки принимать все, что нам советуют эти люди? Ответ, конечно же, нет. Однозначно нет. Некоторые из этих интернет-проповедников могут искренне заблуждаться, а некоторые управляемые силой дьявола будут вам давать такие советы, чтобы привести вас к погибели. Недавно нам на канал прислали ссылку на одно видео с канала «Жаждущая церковь». Руководитель этого канала Андрей Бакиртов. Вот это видео, вы сейчас видите его на своем экране. Это видео было посвящено теме «Образа зверя». Какие события связаны с установлением образа зверя. Уже происходили в прошлом в Соединенных Штатах. И как эти события повторятся в будущем. Во время принятия закона о воскресном дне. В этом видео ведущий Андрей Бакиртов дает некоторые советы своим зрителям о том, как на его взгляд должны будут действовать адвентисты седьмого дня, когда будет навязываться принятие закона о воскресном дне. Андрей говорит, что во время издания декрета о воскресном дне мы, адвентисты, должны открыто работать по воскресным дням и таким образом ясно заявить о своей позиции. Я хочу сейчас показать вам несколько цитат из этого видео. И после просмотра этих цитат мы с вами постараемся ответить на один вопрос. Советы, которые дает в этом видео своим зрителям ведущий Андрей Бакиртов. Эти советы от Бога или эти советы противоречат тому, что говорит нам Бог? Давайте сейчас послушаем короткую цитату. И не бойтесь убивающих тела. Перестаньте идти на компромисс. Станьте в оппозицию. Станьте ярким прецедентом в этом мире. Не бойтесь убивающих тела. Души же не могущих убить. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гееррии. То есть мы видим при рассмотрении воскресного вопроса, связанного с образом зверя, что смерть Раскольников будет логическим результатом несогласия с вот этими доктринами национальной реформы. Когда эта доктрина уже в наше время, уже сегодня, завтра, получит какое-то законное основание. Итак, друзья, как вы только что смогли услышать, Андрей Бакиртов дает совет своим слушателям встать в оппозицию к тем, кто будет участвовать в издании этого закона о воскресном дне и не идти на какой-либо компромисс. Сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели еще одну цитату, для того, чтобы вам стала предельно ясна позиция Андрея Бакиртова по этому вопросу. Ни один человек, любящий истину, послание третьего ангела, он, конечно же, никогда не подчинится никакому закону, запрещающему работать в воскресенье. Даже если за работу в этот день ему грозит смерть. Если закон запрещает ему работать, он, подобно Даниилу, которому закон запрещал молиться Богу, поступит так, как поступал всегда, по обычаю, по привычке. И будет поступать так, как будто этого закона никогда и не существовало. Конечно, и такому человеку придется столкнуться со штрафом и тюремным заключением. И придет время, когда за это ему придется пойти на смерть. И об этом ясно говорится в послании третьего ангела. Но, согласитесь, гораздо лучше подвергнуться штрафу, тюременному заключению и даже самой смерти, чем поклоняться зверю и его образу. Итак, какую мысль пытается донести Андрей и какие советы он дает своим зрителям? Я перескажу его идеи своими словами. Он говорит, когда выйдет декрет о воскресном дне, все верные Богу люди должны выступить вперед и открыто работать в воскресный день, так, чтобы все увидели, какова наша позиция по этому вопросу. Что вы на это скажете, друзья? Как вы считаете? Я сейчас обращаюсь к тем из адвентистов седьмого дня, которые знакомы с трудами духа пророчества. Как вы считаете, друзья, соответствует ли совет Андрея Бакиртова тем советам, которые Бог дал нам через труды вестницы Божьей? И для того, чтобы вам было легче отвечать на этот вопрос, давайте сейчас прочтем некоторые цитаты из того, что по этому вопросу однажды написала Эллен Вайт. Кстати, в этом видео Андрей Бакиртов не привел ни одной цитаты из книг Духа Пророчества. Одно это уже наводит на определенные выводы. Андрей несколько раз вспоминал имена вестников, Вагонера и Джонса. Он говорил, что никто так не понимал этот вопрос, как понимали вестники. Но при этом Андрей совершенно не упомянул мнение Эллен Вайт по этому вопросу. Так как будто ее высказываний совсем не существует. Ни одного высказывания из трудов Духа Пророчества приведено в этой программе Андреем не было. И очень зря. Сейчас, после того, как мы с вами прочтем несколько цитат из Духа Пророчества, вы поймете почему. Вот что пишет Эллен Вайт в книге «Избранные вести» том 3. «Нам никак нельзя раздражать окружающих нас людей, боготворящих воскресный день, стараясь работать у них на виду в этот день, дабы продемонстрировать свою независимость. Нашим сестрам не следует демонстративно устраивать стирку в воскресенье. Следует также избегать шумных манифестаций. Будем же думать о том страшном и ужасном обмане, которым пленен мир, и всеми силами будем просвещать наших злейших врагов. «Если христианин руководствуется принципами Духа Святого, которые необходимы ему, чтобы наследовать небо, он не совершит ничего опрометчивого или самоуверенного, что вызвало бы гнев и хулу в адрес Бога». Конец цитаты. Итак, друзья, как нам следует понимать то, что здесь пишет Вестница Божья? Как написано, так и следует понимать. Здесь все очень просто и понятно написано. Я думаю, вы со мной согласитесь. Хочу нам всем напомнить, что через Эллен Уайт говорил Святой Дух. И если для представителей других конфессий этот факт ни о чем не говорит, то адвентисты Седьмого дня во всем мире знают об этом. Труды Эллен Уайт обладают пророческим авторитетом. Они приносят церкви утешение, руководство, наставление и исправление. Как вы думаете, нужно было Андрею Букертову привести в своей программе хотя бы одну цитату из Трудового Эллен Уайт? Я думаю, это было бы очень хорошо для зрителей, если бы Андрей привел такую цитату. Но он этого не сделал. Андрей несколько раз упомянул о взглядах, которые были у Вестников, у Вагонера и у Джонса, но он не сказал ни слова о том, что по этому вопросу говорила Вестница Божья. Я вам отвечу, друзья, почему? Потому что то, что пишет Эллен Уайт, полностью разоблачает те идеи, которые продвигает Андрей Букертов в своем виде. Андрей Букертов говорит, что во время издания Воскресного закона мы должны открыто перед всеми работать. А Эллен Уайт пишет обратное. Мы с вами только что прочитали то, что она пишет. Я еще раз повторю то, что она написала. Нам никак нельзя раздражать окружающих нас людей, боготворящих воскресный день, стараясь работать у них на виду в этот день, дабы продемонстрировать свою независимость. Нашим сестрам не следует демонстративно устраивать стирку в воскресенье. Я не буду дальше читать эту цитату. Мы только что ее с вами прочитали. Итак, Эллен Уайт пишет, что в воскресный день не следует демонстративно работать на виду у тех людей, которые соблюдают воскресный день. А что Дух Святой советует делать вместо этого в такой ситуации? Эллен Уайт пишет, всеми силами будем просвещать наших злейших врагов. Эту же мысль она расширяет в другой своей цитате, которую я тоже сейчас хочу нам прочитать. По воскресеньям, пишет она, можно трудиться в разных направлениях и многое можно сделать для Господа. В эти дни можно проводить собрания под открытым небом или в загородных домах. Также можно идти и благовествовать из дома в дом. Имеющие способности писать могут посвятить эти дни написанию своих статей. Пусть то или иное религиозное служение проводится по воскресеньям везде, где оно возможно. Сделайте эти встречи максимально интересными. Пойте, призывающие к возрождению духовной жизни песнопения. Уверенно и силой говорите о любви Спасителя. Говорите о воздержании, о подлинном религиозном опыте. Таким образом, вы научитесь трудиться и достигать Евангелием души многих людей. Конец цитаты. Итак, друзья, с одной стороны, совет Андрея Бакиртова. Он советует открыто заявить о своей позиции и открыто перед всеми работать по воскресным дням. И с другой стороны, мы с вами только что прочитали две цитаты Вестницы Божьей. В этих цитатах Дух Святой призывает нас не работать демонстративно перед теми людьми, которые соблюдают воскресенье, вызывая злость у своих противников, но благоразумно и с мудростью использовать воскресный день для проповеди отличительных истин для настоящего времени. Я надеюсь, друзья, что вы уже поняли, что в этих двух подходах существует значительная разница. А теперь я хотел бы ответить на следующий вопрос, который может у вас возникнуть. Почему Андрей Бакиртов дает совет, который противоречит советам Святого Духа? Я отвечу вам на этот вопрос, друзья. Андрей почему-то решил, что заповедь о субботе, которую Бог нам дал, повелевает не только соблюдать субботний день, но и обязательно работать в оставшиеся шесть дней. По мнению Андрея, если мы не работаем в какой-то из этих шести дней, то мы также нарушаем заповедь, в которой говорится, я кратко вам сейчас напомню, о чем Бог говорит в этой четвертой заповеди. Там написано, помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему. Так вот, Андрей почему-то решил, что нарушение этой заповеди является не только, когда мы работаем в субботний день, но и когда мы не работаем в оставшиеся шесть дней. Давайте сейчас послушаем, что он об этом говорит в своем видео. Они сами признают, как заповедь Божия. Она говорит, четвертая заповедь не только повелевает отдыхать в один день, но и трудиться в остальные шесть. То есть, эти люди отдыхают в один день, а затем в дополнение к этому женское движение предлагает заставить людей отдыхать в один из шести других дней, которые заповедь Божия повелевает им и нам трудиться. Таким образом, они сознательно предлагают заставить целый народ нарушать заповедь Божия. То есть, они не лишат вас соблюдения субботы, а им просто заставят вас не работать в один день, и вы будете нарушителем четвертой заповеди. Ох, как хитро, как ловко, как с разных сторон. Если этого не понимать, я просто представляю себе, что будет, когда мы, как адвентийский народ, с этими нашими, не этими знаниями, классическими, вот этими зашоренными идеями, войдем в воскресный закон, мы просто как, извините меня, ну как цыплята, мы не будем понимать вообще сути происходящего. Итак, друзья, как вы сейчас могли услышать, отдых в один из шести дней, по мнению Андрея Бакиртова, тоже считается нарушением четвертой заповеди. Друзья, я скажу сразу, это ошибочное мнение Андрея Бакиртова, которое не имеет никакого отношения к истине, и которое является опасным заблуждением. Я вам сейчас объясню, почему я так считаю. Давайте сейчас рассмотрим простой пример из жизни, из нашей жизни. Например, вы тяжело работали в течение целого года. Например, на заводе вы работали, и вам полагается отпуск, скажем, в течение двух недель. Вы с семьей едете на море, или вы едете в горы, или вы едете в лес, для того, чтобы провести эти две недели со своей семьей и насладиться красотами природы. А теперь вопрос к вам, друзья. Нарушите ли вы заповедь Божью, если вы будете просто отдыхать во время своего отпуска? Подумайте над ответом. Еще один подобный пример из жизни. Парень и девушка расписались, они сыграли свадьбу, и они едут провести вместе медовый месяц. Скажите, друзья, разве они во время своего медового месяца должны работать, дабы не была нарушена четвертая заповедь? Или лучше сказать, дабы не было нарушено представление Андрея Бакиртова о том, как нужно правильно соблюдать четвертую заповедь? Это абсурд, скажете вы. И будете правы. Бог никогда ни от кого не требовал работать без перерыва. Никакой заповеди вы в таком случае не нарушите. Мне хотелось бы задать этот вопрос самому Андрею Бакиртову. Скажите, Андрей, когда вы едете с семьей на отдых, например, к морю, вы там у моря тоже продолжаете работать все шесть дней? Я не думаю, Андрей, что вы работаете на отдыхе. Скажите, а что в таком случае означает слово отдых? Кстати, вам, наверное, будет интересно то, что рекомендовала Элен Уайт работникам адвентистской канцелярии. Вот что она им однажды написала. Братьям в канцелярии кажется, что они не могут оставить работу даже на несколько дней ради короткого отдыха, но это ошибка. Они могут и должны это сделать. Даже если они не сделали бы так много, все равно лучше отдохнуть несколько дней, чем вслечь в постель и быть потерянными для дела на долгие месяцы. А возможно и вовсе лишиться трудоспособности. Как в ответе на вопрос, рекомендовала ли Элен Уайт своим сотрудникам отдых, или она им говорила и писала, что мы все должны напряженно работать в течение шести рабочих дней и в течение всего года. Мы только что с вами прочитали ее слова. Братьям в канцелярии кажется, что они не могут оставить работу даже на несколько дней ради короткого отдыха, но это ошибка. Обратите внимание, она пишет отдых на несколько дней. Ясно, что имеются в виду рабочие дни, в которые, по мнению Андрея, мы все и всегда должны работать. Приведу еще один пример. Наверное, среди наших слушателей найдутся люди, которые работают по сменам. Два дня работают, один день отдыхают. Или три дня работают и один день отдыхают. И опять тот же вопрос к вам, друзья. Согрешат ли эти люди, если их день отдыха выпадет на среду, или на вторник, или на любой из шести рабочих дней, и они будут отдыхать в этот день? Ответ – нет, ни в коем случае. Они не согрешат, если будут отдыхать в среду или в четверг. Вы понимаете, друзья, нарушением четвертой заповеди является работа в субботний день. Но отдых в какой-либо из шести рабочих дней не является нарушением этой заповеди. То есть, эти идеи Андрея не выдерживают никакой критики. Еще один вопрос я хотел бы сейчас задать всем нам. Что будет с вами, если вы примете эти советы Андрея Бакиртова? Друзья, в этом случае с вами произойдет то же самое, что однажды произошло после принятия совета Евы и после принятия совета Ревекки. Мы с вами в таком случае попадаем в проблему. В очень серьезную проблему. И виноваты в этом будем мы сами. Давайте сейчас прочтем еще один совет, который нам оставил Святой Дух. По этому вопросу, через свою вестницу, Эллен Вайт написала однажды письмо одному брату, в котором она ответила именно на эти вопросы, которые мы сейчас разбираем. Санаторий, Калифорния. Так начинается эта цитата. Это письмо датировано 17 августа 1902 годом. Эллен Вайт здесь пишет. Дорогой брат, я попытаюсь ответить на твой вопрос относительно того, что тебе необходимо делать в случае принятия закона об обязательном соблюдении воскресного дня. Согласно тому свету, который был получен мной от Господа, когда мы ожидали наступления кризисного времени, похожего на то, что приближаются к тебе, и когда люди, движимые силами преисподней, пытались сделать обязательным соблюдение воскресного дня, адвентисты седьмого дня должны были проявить мудрость и воздержаться в этот день от обыденного труда, посвятив время миссионерской деятельности. Открытое неповиновение закону о соблюдении воскресного дня приведет только к усилению преследований со стороны тех религиозных фанатиков, которые пытаются силой навязать его исполнение. Не давайте им возможности называть вас нарушителями закона. Если они продолжат господствовать над теми, кто не боится ни Бога, ни человека, то их нововведение вскоре потеряет свою новизну, и они увидят, что решение это и непоследовательно с их стороны и неудобно, чтобы столь жестко требовать соблюдения воскресного дня. Продолжайте свою миссионерскую деятельность с Библиями в руках, и Брах увидит, что он сам усугубил свое положение. Поступая таким образом, человек не примет начертания зверя, потому что достойным поведением он покажет, насколько разумно сохранять мир, воздерживаясь от выполнения работы, задевающей чувства людей, и в то же самое время выполняя работу величайшей важности. Если мы будем посвящать воскресное время миссионерской деятельности, Бог заберет кнут из рук деспотичных фанатиков. А ведь этим людям доставило бы большое удовольствие унизить адвентистов седьмого дня, когда они увидят, что мы проводим воскресное время посещая людей и открываем истины Священного Писания, то поймут, насколько бесполезно пытаться воспрепятствовать нашей работе путем издания обязательных законов о соблюдении воскресного дня. Конец цитаты. Друзья, я думаю, здесь достаточно ясно все написано. Я хочу обратить ваше внимание на следующие слова в этой цитате. Эллен Вайт пишет. Открытое неповиновение закону о соблюдении воскресного дня приведет только к усилению преследований со стороны тех религиозных фанатиков, которые пытаются силой навязать его исполнение. Итак, что произойдет с вами, если вы примите совет Андрея Бакиртова и отвергнете совет Святого Духа, данного через его вестницу? С вами, друзья, произойдет именно то, что здесь написано. Вы навлечете на себя преследование со стороны тех религиозных фанатиков, которые пытаются силой навязать исполнение закона о воскресном дне. Теперь вам понятно, куда ведет своих слушателей Андрей, давая такие необдуманные советы. Он ведет вас к проблеме, к очень большой проблеме. Фанатизм всегда во все времена приводит к кризису и к серьезным проблемам. Теперь вам, наверное, стало ясно, почему я сегодня решил объяснить эти вопросы. Рано или поздно мы с вами столкнемся с этими проблемами, друзья. Рано или поздно. Как только вышла эта программа Андрея Бакиртова, канал «Слуги ничего не стоящие», долго не думая, выставил у себя эту программу. Большинство из зрителей, как всегда, так ничего и не поняли. Они чисто автоматически посмотрели это видео и также автоматически поставили свой лайк. И не вдаваясь в суть сказанного Андреем Бакиртовым, в комментариях написали свое дежурное «Аминь». «Благодарим за истину», они написали. Задумайтесь, друзья, за какую истину вы благодарите. Некоторые поблагодарили Андрея Бакиртова за такие глубокие познания, которые он им открыл. Слова «глубокие познания» по понятным уже для вас причинам я возьму в кавычки. Одна женщина в своем комментарии задала вопрос, который я хочу сейчас прочитать, вместе с ответом, который дал ей Анатолий, с канала «Слуги ничего не стоящие». Вот что она написала. Но ведь Элен Уайт пишет ясно по этому поводу, что мы должны будем тогда не идти на рожон, а по воскресеньям трудиться для Бога, на его ниве. Как же с этим? – пишет она. А теперь давайте прочтем, что ей на этот вопрос ответил Анатолий. Анатолий пишет. «А в чем вы увидели противоречие? Одно другое не исключает». Исходя из этого ответа Анатолия, можно сделать только один вывод. Анатолий вообще не понял, о чем идет речь в видео Андрея Бакиртова. Он так и не понимает разницу в этих двух взглядах и подходах, и в этих двух советах, которые с одной стороны дает Андрей Бакиртов, а с другой стороны вестница Божия – Элен Уайт. Анатолий автоматически выставил видео Андрея Бакиртова, но смысл видео Анатолий, к сожалению, так и не понял. В принципе, это было ожидаемо. Думаю, для нас уже пришло время завершить эту программу. Подводя итог тому, о чем мы сегодня с вами говорили, я хочу вас призвать. Друзья, будьте очень осторожны и очень внимательны к тем советам, которые вы сегодня слышите, которые сыпятся на вас с разных сторон. Пусть Господь даст нам духовное зрение, чтобы мы с вами могли видеть все обманы, которые сатана старается ввести в среду народа Божьего в эти дни. Аминь. В нашем мире попытки манипулирования человеком происходят столь часто и настойчиво, что давно превратились из разрозненных в стройную, по умолчанию принимаемую всеми как данность систему. Нам продают все, используя манипуляцию. Еду, одежду, медикаменты уговаривают голосовать за того или иного кандидата на выборах, сохраняя при этом некоторую видимость демократии. Неожиданно настойчиво рекомендуют изменить отношение к ранее всеми презираемым поведению, поступкам и идеологии, подкрепляя такое убеждение принятием соответствующих законов, уже обязывающих быть толерантными. Что это? Наш естественный прогресс как цивилизации? Или самая обычная, хотя и хорошо прикрытая, манипуляция ничего не подозревающим человеком? Живя во времена практически повсеместного доступа к информации, мы не только можем, но и должны ответить на эти вопросы и перестать быть просто толпой. Однако есть особенно чувствительная сфера нашей жизни, где манипуляция крайне болезненна и даже смертельна. Это религия. Миллионы людей по всей земле горячо убеждены, что все делают правильно. И их душа может быть спокойна. Но горькая правда заключается в том, что даже в духовной сфере мы не защищены от манипуляции, если доверяемся авторитету человека. Книга «Национальный воскресный закон», предлагаемая вам сегодня, как раз об этом. Она может удивить и даже шокировать. Но то обилие фактов, которые собраны в ней, должны пробудить интерес всякого искреннего читателя. Автор буквально ведет нас за кулисы, туда, куда обычно вход строго воспрещен и где открывается неприглядная реальность. Книгу можно найти по ссылке в описании к видео, а также в сети интернет. Я и д phi trusts предостаточно. Книга «Все подвидима Тон» Книга «Настя» Книга «Ини о режиме любви» Книгу PIA «Ини о режиме veux